Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным или сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим вопрос «Признавал ли Христос закон Божий о карантине?» В прошлый раз мы с вами беседовали о том, как прокаженный подошел ко Христу и сказал «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И в Евангелии от Матфея, 8 глава, со 2 по 4 стих мы находим вот это повествование. И вот подошел прокаженный и кланясь ему сказал «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерша руку, коснулся его и сказал «Хочу очистись». И он тот час очистился от проказа. Выражение «тот час» указывает на то, что перемены, которые происходят от Бога в нашей жизни, они происходят стремительно. Есть такая метафора «в мгновение Божьего ока». И говорит ему Иисус «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». Почему Христос, который сам является небесным первосвященником, отправляет этого человека к священнику? Это связано прежде всего с тем, что Христос пришел в этот мир, как сказано в Евангелии от Матфея, 5 глава, 17-19 стих. Это собственные слова Христа. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполните». «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». И хотя апостол Павел пишет, что буква закона Божия убивает, Христос говорит о важности исполнения каждой черты и каждой иоты. Это даже не буквы, это надстрочные и подстрочные знаки, что Господь пришел исполнить закон. И когда Спаситель говорит прокаженному «Пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им», Господь отсылает этого человека к книге Левит, 13 глава, где предлагается Божий закон о карантине. Ведь казалось бы, если Христос сам небесный первосвященник, то зачем ему исцеляет человека, он Сын Божий, он Бог, отправлять его к ветхозаветному священнику? Потому что такой порядок был установлен Богом, то есть самим Христом, как логосом, словом, как и сказано в Писании, что Дух Христов издревле говорил в пророках. И мы читаем 13 главу книги Левит с 1 стиха и ниже. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишай, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную, а в кожу тела его, то это язва проказы, священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белый, то священник, имеющего язву, должен заключить на семь дней, в седьмой день священник осмотрит его, и если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие семь дней, в седьмой день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась, язва по коже, то священник должен объявить его чистым, пусть омоет одежды свои. И так закон Божий устанавливает, книга Левит, 13 глава с 1 стиха и ниже, что только священник может объявить человека чистым. И хотя Христос уже исцелил этого человека, прикоснувшись к нему, и сказав «хочу, очися», но так как закон о карантине был установлен самим Христом, ибо дух Христов издревле говорил в пророках, в том числе и в Моисее, как Христос может отрицать закон, который он и установил. Таким образом, Библия – это вообще первая книга, которая устанавливает карантин и порядок его исполнения. Так, например, если приближался праздник Пасхи, а человек коснулся чего-то нечистого, там, трупных пятен, или как-то осквернился, или по-прежнему в проказе, он не мог праздновать Пасху, и ее переносили по закону Божию на другой месяц. Об этом мы читаем в Священном Писании. Это книга «Чисел», 9 глава, 10 и 11 стих. «Скажи, сынам Израилевым, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господню в 14 день 2 месяца». А установление о Пасхе, 12 глава книги «Исход» говорит, «Месяц сей добудет у вас начало месяцев, первым добудет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу Израилевых, в 10 день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». Это исход 12 глава, 2-й, 3 стих. Первый месяц, месяц Пасхи. А здесь, говорится, если человек нечист, если он в карантине, для него Пасха переносится на второй месяц. И он должен совершить Пасху Господню в 14 день 2 месяца вечером, пусть таковые, то есть оскверненные, находящиеся в карантине, совершат ее с опресноками и горькими травами, пусть едят ее. «Больной человек не ищет священников в храме и не приближается к храму, он приглашает священников на дом». Об этом говорится в христианской части Библии. Послание Иакова, брата Господня, 5 глава, 14 стих. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне». То есть болен, оставайся дома. В Священном Писании также говорится о важности искусства врача, когда это соединяется с той молитвой, которую мы совершаем. Это книга Иисуса сына Сирахова. «Почитай врача честью, по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Всевышнего врачевания, и от царя получает он, то есть врач, дар. Здесь говорится, что Господь создал врача. Но вот где в Библии говорится, что Господь создал плотника, что Господь создал пастуха, что Господь создал священника, что Господь создал старца, архиерея и так далее. А вот о врачах так и сказано. «Ибо Господь создал его». «Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почёте. Господь создал из земли врачевства». Это имеется в виду те травы, которыми лечили врачи. «И благоразумный человек не будет пренебрегать ими, не от дерева ли вода сделалась сладкой, чтобы познана была сила его, то есть сила Господа». Это когда Моисей бросил дерево в горькую воду. «Для того он, Господь, и дал людям знания, имеется в виду врачебные, чтобы прославляли его в чудных делах его. Ими, то есть этими знаниями, он – врач. Врачует человека и уничтожает болезнь его. Приготовляющий лекарства, делает из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и через него бывает благо на лице земли. «Сын мой, в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и он исцелит тебя». Молитва поставляется на первое место. «Оставь греховную жизнь и исправь руки твои от всякого греха, очисти сердце», то есть плод покаяния сотворить важно. «Вознеси благоухание и из семидала памятную жертву, и сделай приношение тучное, как бы уже умирающий». То есть на дело Божие что-то завещай. «И дай место врачу, ибо и его создал Господь. И да не удаляется он от тебя, то есть врач, ибо он нужен в иное время, и в их руках бывает успех». Успех врача зависит от Господа. «Ибо и они молятся Господу среди врачей немаловерующих, чтобы он помог им подать больному облегчение и исцеление продолжения жизни». Давайте запомним, это цитата книга Иисуса, сына Сирахова, 39 глава с 1 по 14 стих. Итак, мы выясняем, что карантин – это Божья заповедь, установление Божие. Христос, отсылая исцеленных людей в соответствии с 13 главой книги Левит, показаться священником, исполняет закон о карантине. Ибо он пришел не нарушить закон, а исполнить его. И Христос отстаивает каждую черту и каждую йоту божественных заповедей Божьих. Таким образом, в тех или иных недугах, болезнях будем молиться и помнить о том, что и врач необходим и нужен для нас. И если врач предписывает нам оставаться дома, мы остаемся дома. И если нам необходимо призвать священника, мы это делаем, а не отправляемся во время эпидемии в храм Божий, где мы можем нечаянно заразить других людей. И даже не зная об этом, мы не будем и каяться в этом, но на страшном суде человек ответит за все, что он совершал в этой жизни. Конечно, древним христианам было во всем этом значительно легче. Христианская церковь 4, 5, 6 первых столетий, она вообще существовала без всяких храмов. Никаких храмов не было. Скажем так, в Римской империи до IV века не было никаких храмов. Четыре столетия христиане собирались по катакомбам, по домам. Были так называемые домашние церкви. А где-то до IX-X века не было никаких храмов, и люди собирались. Христианская религия, она не привязана к зданию или помещению. Все таинства мы можем совершать на всяком месте, где сочтет допустимым епископ архиерей. И вообще в христианской религии говорится о том, что сам верующий христианин должен быть храмом. Вы – храм, и Дух Божий обитает в вас. А кто разрушит храм, то есть собственное тело, того покарает Бог. Субтитры создавал DimaTorzok